Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. Давайте будем разбираться сейчас в том, что вы написали. Итак, встречаюсь с девочкой почти три года. До этого встречался с девочкой тоже три года. Здесь я бы хотел отметить, что три года это совершенно не случайный срок. То есть три года это тот период, то время, которое нужно людям, как правило, для того, чтобы почувствовать, например, что человек по-настоящему его, или что наоборот, человек не совсем его. Но после трёх лет, как правило, проходит влюблённость, вот. Появляется, соответственно, либо там уважение, да, к партнёру своему, либо людям ставится. То есть здесь вопрос, если его ставить правильно, то вопрос здесь он заключается в том, насколько вы гармонично выстраиваете отношения с девушкой. То есть вот, насколько они у вас доверительны. Забегая чуть вперёд, я скажу, что судя по вашему описанию, судя по тому, что вы вот пишите, пишите, что слишком много я в эти отношения вложил, да, слишком много я для этих отношений сделал, чтобы они стали нормальными. Есть ощущение, что вы не совсем зрело подходите к вопросу построения отношений и ведёте себя в отношениях. Ну, соответственно, как жертва, потому что, как вы говорите, вот, слишком много я в эти отношения вложил, вот. То есть если бы, ну, вывели себя адекватно, да, если бы вы ставили себя адекватно в отношениях, то вопрос бы так не стоял. Так что вот я слишком много там чего-то вложил. Кроме того, есть вопрос по поводу нормальности взаимоотношений. То, что вы подразумеваете, вот, тем, что отношения стали нормальными. Они не стали нормальными, если у вас пропадает интерес к сексу, то это не нормальные отношения. Ну, кроме, кроме тех случаев, когда люди по физиологическим или по каким-либо ещё причинам просто не занимаются сексами. Но это не нормально. То есть тут тоже момент, что вы выстраивали отношения тяжело. Ну, судя, ну, судя вот по тому, что вы говорите. Именно, что тяжело. Была тяжело при построении отношений. Дальше. Других девочек у меня никогда не было. Ну, здесь вот мне, конечно, хотелось как-то вообще вот спросить у вас. Вы считаете, что это плохо, что у вас не было других-других девочек никогда? Или вы считаете здесь что-то хорошо? То есть хотелось бы больше девушек, чтобы было? Или нормально, устраивает? Если хотелось больше, да, то возникает вопрос, почему не было? В обоих случаях примерно на втором году постепенно пропадает интерес к сексу. Ну, этот момент аноним. Нужно, я бы сказал, изучать отдела. То есть интерес к сексу, он просто так не пропадает. Интерес к сексу попадает всегда в каком-то контексте. Потому что это такая же потребность человека, как и еда, питье и сон. Вот. Так что, на втором году отношений что-то происходит. Что-то. Я бы сказал, что здесь нужно поисследовать ваше сексуальное поведение, ваше сексуальное поведение, ваше сексуальное отношение с девушкой. Потому что, вполне вероятно, что в сексе вы полностью не раскрываетесь. Либо накладываете на секс то значение, которое к нему, вот, к самому сексу отношения не имеет никакого. Ну, например, через секс вы пытаетесь что-либо доказать, к примеру. Доказать не важно кому, себе, девушке, каким-то людям, не важно. Так, дальше. Стараюсь отвертеться, потому что невыносимо тяжело заставляться этим заниматься. Прекратный процесс превращается в тяжелую работу. Ну, в принципе, я с вами согласен, но почему девушка не знает, что у вас пропадает интерес к сексу? Особенно, если вы, ну, если предположить, что вы выстраиваете с ней доверительные отношения, то почему она об этом не знает? Если бы она знала, можно было бы вместе понять, чего вам хочется. То есть, вот, понимаете, очевидно, что интерес пропадает потому, что вам начинает хотеться чего-то, а с девочкой вы этого позволите себе не молиться. И либо это что-то является нормальным, естественно, просто вы, в силу зажатости, стеснительности, например, до своей девочке это не доносите, соответственно, не реализовываете. Либо это что-то невротическое, и с этим нужно работать. Вот, ну, например, там, скажем, вы начинаете бояться сближения дальнейшего с девушкой. Как вы к ней это относите? К самой девушке, вот своей, с которой вы сейчас. Так, а дальше. Вокруг огромное количество привлекательных девочек, но мои трудные взаимодействия с женским полом и невозможность изменов. А почему вы считаете измену выходом? Первое. Второе. Почему у вас трудные отношения с женским полом? И причем трудные? Давайте разбираться. А так как не могу себе это разрешить, не позволяют мне сходить налево. А вы считаете, что поход налево решает проблему? Что именно вы не можете себе разрешить и почему? Опять же. То есть, что вы вкладываете в то, что вы не можете разрешить себе это сделать? Дальше. В итоге у меня, у молодого человека, уже около года, нет нормального секса, дома не хочу, а изменять себе не позволяют. Ну, надо исследовать. Надо исследовать то, что вы не хотите. Не хотите то, что вы себе не позволяете. Возможно, себе имеется на то, что разрешить, что-то позволить, но, возможно, до измены не доводить. В итоге вот так. Чувствую, как негативно это сказывается на психологической ситуации. Меня разрывает от противоречий, становлюсь несчастным, нам нужно негативным. Ну, с противоречиями можно и нужно работать. Расстаться тоже не могу, поскольку слишком много вложил в эти взаимоотношения, чтобы они стали нормальными. Сейчас все просто слишком тяжело. Ну, здесь вы говорите, мне кажется, про какую-то зависимость уже от отношений своих с девушкой. Вот, я не думаю, что, ну, что имеет смысл вести речь здесь о чувствах ваших. Я думаю, что имеет смысл вести здесь именно речь о ваших, так сказать, притязаниях, о ваших желаниях, связанных с девушкой своей. Вот. Но ни в коем случае не о чувствах к ней. То есть, вот, я боюсь, я боюсь, что именно чувств в ней нет. Уже. Уже. Девушки, я боюсь чувств в ней нет. Вот. Я могу. Ошибаться. А здесь. Безусловно. Безусловно. А я могу. Быть. Не прав. Но мне кажется. Мне кажется, что вероятность этого достаточно высока. Вот. Там еще, как вы, ну, как вы описываете всю эту историю свою, как вы говорите, что вот, я много отношений вкладывал, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вы именно, вот, испытываете чувство к девушке. Вот. А значит, вы, вероятно, выбираете себе такого партнера, который, ну, отвечает какими-то вашими потребностями, и когда вы эти потребности удовлетворяете, на его место, на место потребностей, вот, стоят другие. Вот. Стоят другие потребности, вот, реализовать которые вы уже не можете, потому что с девочкой, как бы, закрепилась уже определенная модель поведения. Вот. И, кроме того, вы, опять же, эээ, ну, как, как вот, вы говорите, вкладывали очень много в отношения с ними, чтобы сделать их, ну, отношения с ними. Я имею в виду, чтобы сделать отношения нормальные. А до этого они были ненормальными. Ненормальными. Вот. Вот. Чтобы, здорово, этот момент, как-то, прояснить. А, но, мне кажется, мне кажется, что вот на эти аспекты вам нужно обратить свое внимание. Вот. А, значит, чтобы разобраться с той проблемой, которая у вас появилась сейчас. Потому что все это время связано, я так чувствую, что, такой, знаете, глубок, глубок трудностей, глубок комплекс, комплекс, вот. Скорее всего. Скорее всего. Скорее всего. Идущие из-за детства, из-за взаимоотношений с вашими, с вашими родителями. Ну, потому что, да, потому что, потому что, потому что, потому что, потому что, чувствуется, что вы, вот, в себе, ну, чувствуется, что вы в себе можете быть неуверенными. Вот, но в этом нет ничего страшного, в этом нет ничего страшного, все это более чем решается, все это более чем корректируется, вот. Если решать проблемы по мере, так сказать, ну, вот, по мере их появления, да, то есть, начать первые проблемы и дальше раскручивать, раскручивать, пока они будут решены все. Вот. Такой ответ вам я могу дать анонимный. Я думаю, что сейчас, на данный момент, первое, что вам нужно сделать, это определиться, определиться с тем, что для вас представляет девушка. То есть, вот, именно, какое отношение для вас имеет сейчас девушка, ваша, с которой вы сейчас в отношениях ими, находитесь. Как вы ее воспринимаете? И дальше уже можно будет, что-то говорить, дальше уже можно будет, что-то делать, дальше уже можно будет, ну, что-то вам рекомендовать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если он понравился, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам, чтобы ваша ситуация разрешилась. Самым лучшим образом. А вы обрели гармонию и отсутствие тех самых противоречий, о которых вы писали. Михаラ. До новых встреч. Ну, я уже поздравляю. Как я, сталускат. Поết mark Firstadгик. Мы встретили много людей, которые хотим, которые expectations внятения.